Впервые за 15 лет президент Турции Реджеп Таип Эрдоган примет участие в саммите G7. Турецкий лидер приглашен на встречу Большой Семерки в качестве специального гостя. По сообщению государственного телевидения Турции, Эрдоган планирует обратить внимание лидеров G7 на бездействие международного сообщества на происходящее в Газе события. Он также расскажет об усилиях Турции по установлению устойчивого перемирия и оказанию гуманитарной помощи палестинцам. Также Эрдоган проведёт ряд двусторонних встреч после сессии и саммита, примет участие в культурных мероприятиях и неформальном ужине лидеров Большой Семерки. Турция рассматривает участие в формате G7 как возможность поднять палестинский вопрос на ещё более высокий уровень. Кроме того, важно, чтобы мнение Анкары учитывалось во многих вопросах. Считаю, что одним из основных посылов турецкого лидера станет призыв учитывать мнение стран Центральной Азии, Ближнего Востока и Балканского полуострова в принятии глобальных решений. В таком случае платформа G7 станет более демократичной. «В последние годы Турция серьёзно отдалилась от Запада. Несмотря на то, что приняла западные ресурсы, западную демократию, западные системы, мы стали свидетелями того, что в последние годы у Турции были проблемы со странами Запада. Государства-члены Большой Семёрки, которые формируют мировую экономику в последние годы, начали приглашать на свои саммиты страны, которые уже оказывают или будут оказывать серьёзное влияние на миростроительство». Помимо Палестино-Израильского конфликта в повестке и саммита, последствия российско-украинской войны для мировой экономики и продовольственной безопасности, вопроса энергетического сотрудничества и устойчивого развития. По мнению экспертов, приглашение Анкары на саммит Большой Семёрки говорит о том, что мир рассматривает Турцию как одну из самых сильных стран мира. Эллада Мамедова, CBC